Первые электромузыкальные инструменты появились почти 100 лет назад. И в своем развитии прошли огромный путь. Возможности современных цифровых пианино поражают. Вот послушайте. Звук, который вы слышите, записан с лучшего акустического рояля. Почему же их не любят музыканты? Да потому что они не живые. Потому что на них невозможно ни управлять тембром, ни управлять педалью, ни интонировать правильным образом звучание мелодии. И музыкант на них просто не может раскрыться. Именно поэтому на них запрещают детям заниматься в музыкальных школах. А дело в абертонах. Вот, посмотрите. Ничего не происходит. А теперь послушайте, как это должно звучать на настоящем живом инструменте. Видите? Эта нота продолжает звучать. Это и есть абертона. Именно наличие абертонов и отличает живой инструмент от электронного. Это и есть конечная цель эволюции цифровых фортепенов. Нам удалось создать инструмент, обладающий свойствами и достоинствами акустического рояля. Это пианоид, синтезатор физического модерирования рояля. Это инструмент, обладающий широчайшим диапазоном настроек. Он построен на базе двух микросхемов ПГА фирмы Зайлинкс и обладает чудовищной вычислительной мощностью. Мы планируем выйти на рынок с электронной платой, которая позволит пользователю создать свой собственный рояль со своим уникальным звуком. Мы считаем, что потребность в таких платах может составить до полумиллиона штук в год. Здорово!